Разочарование. Именно эту эмоцию я испытал, когда открыл новое видео на одном очень популярном фитнес-канале с одним миллионом подписчиков. Ролик назывался «Как сделать 50 чистых подтягиваний за один подход». Может быть, я, конечно, не прав, но мне всегда казалось, что чистые подтягивания должны выглядеть примерно вот так. Во-первых, все движение выполняется исключительно за счет мышц верхней половины тела, без какого-либо участия ног. Во-вторых, в конечной точке движения присутствует четкая фиксация подбородка над зерняком. В-третьих, движение осуществляется полностью подконтрольно, как во время подъема тела, так и во время опускания тела. В-четвертых, ноги не просто болтаются, а держатся строго перпендикулярно земле за счет напряжения мышц пресса и квадрицепса. Мне кажется, что техника, которую я продемонстрировал, если и не идеальна, то максимально близка к чистому исполнению, насколько это только возможно в рамках данного упражнения. В такой технике я могу сделать, не знаю, подтягиваний 20. Это не так много, но при этом это будут действительно чистые подтягивания. И если я со своими мини-мышцами могу сделать 20 повторений, то какой-нибудь здоровый лось с огромными банками наверняка без проблем сделает 30 или 40 подтягиваний в такой технике. И когда человек пишет в названии ролика слово «чистые», то я ожидаю увидеть именно такие подтягивания, а не те, которые увидел там. Я согласен, что мои требования к технике могут быть несколько чрезмерными. Например, многие считают, что чистые подтягивания являются чистыми даже без четкой фиксации подбородка над турником. На мой взгляд, главное разграничение между чистыми и нечистыми подтягиваниями заключается в том, что первые выполняются исключительно за счет мышц верхней половины тела, за счет спины, за счет рук. А вторые включают в работу также мышцы ног, давая первоначальный импульс движению для того, чтобы выйти из положения мертвого виса, из самой тяжелой стартовой точки, на которую тратится больше всего сил. И нужно понимать, что этот ролик я записываю не с целью хейта, и даже не потому, что мне немного обидно, что мои чистые подтягивания из-за таких вот чистых роликов сильно девальвируются. И скорее интересно узнать, зачем было так делать. То есть понятно, что 37 чистых подтягиваний в названии ролика скорее всего принесут меньше просмотров, чем 50 чистых подтягиваний. Зато это были бы действительно чистые подтягивания, на которые было бы приятно смотреть, которые бы мотивировали людей заниматься и работать над своей техникой, а не просто гнаться за количеством. Поэтому я не понимаю этой гонки и не понимаю людей, которые стремятся делать как можно больше тренеров. Мне нравится работать над техникой, над частотой выполнения упражнений, постепенно повышая их сложность для того, чтобы за то же время давать своим мышцам больше нагрузку и получать лучший результат. Действительно было бы очень интересно узнать, сколько чистых, по-настоящему чистых подтягиваний может сделать человек с таким уровнем подготовки. И если вам тоже это интересно, то напишите в комментарии.